Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Следующий вопрос Может ли человек подбирать эту овечку с намерением, что возьмет ее в свое владение, если пообъявляет о ней в течение года? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поэтому нормальный, разумный человек, возможно, не будет объявлять об овечке целый год, либо зарежет ее съезд, либо продаст и будет хранить деньги, либо что-либо подобное. Поэтому далее. Следующий вопрос Может быть, может даже нескольких лет. Так что не приносит тебе никакого вреда. А вот овечка отличается. Поэтому обладатели знания здесь возникли различные мнения относительно того, как с ней поступать. Или точнее, различные варианты. Говорит, такой человек имеет право выбора между тремя вещами, то есть между тремя действиями. И относительно некоторых действий у ученых есть разногласия. Во-первых, человек может зарезать эту овечку и сразу ее съесть. Имеется ввиду, пусть не сразу, лучше подождать относительно нее несколько дней, может быть, хозяин все-таки придет. Но после этого человек имеет право зарезать ее и съесть. Почему? Потому что ее необходимо кормить, поить, и это доставляет сложность человеку. Говорит Анма-Изака Наташа Фихалатина Усахара. Теперь здесь произошло небольшое разногласие. Говорит, что касается, если овечка была найдена в пустыре или в пустыне, то есть в таком месте, где не живут люди, не в населенном пункте. Или в таком месте, которое далеко от домов людей, от населенных пунктов. Так что относительно нее там есть опасность, то что ее могут съесть там хищные животные и так далее. То в этом случае единогласно мнению ученых, что человек может ее съесть. То есть кого? Вот эту вот овечку. То есть, почему? Потому что раз он там находится, то возможно тоже нескоро вернется в город. Там же может прямо ее зарезать и там же ее съесть. Потому что либо ее оставят, либо ему придется с собой ее водить и нечем будет ему кормить. Талибн Абдульбар сказал Абдульбар. Говорит Ибн Абдульбар и ненагласный ученый на том, что если заблудшая овечка была подобрана в том месте, где есть опасность этой овечки, то есть в том смысле, что ее могут съесть хищники, или она может умереть с голода и тому подобное, что человек, нашедший ее, может ее съесть. И в довод на это использовали слова пророка. Это овечка принадлежит либо тебе, либо твоему брату, либо твоему волку. В смысле, либо ты ее подберешь, либо другой кто-то подберет, либо волк ее съест. Видишь, слово «ляк» тебе, то есть эта овечка принадлежит тебе, указывает на то, что эта овечка все стало принадлежащей человеку, который ее нашел. И уравнял здесь этого человека, нашедшего и волка. Так, а волк, говорит, не будет долго ждать относительно овечки, не будет ее с собой водить, и тем более они объявлять не будут сразу ее, что съест, на то он и волк. Говорит, а также потому что, если он ее съест сразу, то у него отпадет нужда тратиться на эту овечку, то есть кормить ее и поить. Сказали, потому что, возможно, эта овечка задержится у него надолго, и он потратит на нее столько денег, сколько будет дороже, чем сама овечка. Но, говорит, необходимо упомянуть то, что если человек найденную овечку решил съесть, то он должен запомнить ее атрибуты, должен запомнить ее свойства, какого цвета она была, жирная была, не жирная была, сколько у него рогов были, были ли рога вообще или нет, и тому подобное. Говорит, и должны они объявлять, то есть он уже ее съел, но все равно они объявляют. Когда, говорит, придет ее хозяин, то есть если хозяин овечка объявится, то он обязан возместить, то есть нашедший эту овечку и съевший ее, обязан возместить ее хозяину деньги за эту овечку. Говорит, на этом единогласны все ученые, кроме имама Малика. И имам Малик сказал, сказал, можешь съесть эту овечку, ты ничего не должен возмещать и ни о чем не должен объявлять. И имам Малик привел этот же самый хадис. Эта овечка принадлежит либо тебе, либо твоему брату, либо волку. Говорит, имам Малик, где вы увидели в этом хадисе упоминание таарифа, то есть необходимости объявления об этой овечке, или необходимости возмещения убытков относительно этой овечки ее хозяину. Сказал имам Малик, сказал имам Малик, говорит, никто из ученых не согласился с имам Маликом в этих его словах. Более того, имам Малику ответили на его аргументацию, то, что необходимость объявлять об овечке установлена в других хадисах. Как сказано в хадисе кого? В хадисе Зайды ибн Халида аль-Джухани, тот, который найдет заблудшее животное, тот является сам заблудшим, кроме как если будут о ней объявлять. То есть этот хадис является доводом на то, что взятое заблудшее животное, то есть подобранное, необходимо о нем объявлять. Здесь не разграничено, съел ты ее или еще не съел, в любом случае объявлять о ней необходимо. И пришло также в хадисе Амри ибн Шаиба от его отца, от его деда, то есть от Абдуллах ибн Амри ибн Аса, у Абу Дауда, а также от Тирмиди, а также у наса и а также от Тахауи, о том, что пророк, салалулаху алисаляму, сказал, Говорит, собери ее себе, то есть имеется в виду удерживай у себя это животное, пока не придет тот, кто его ищет. То есть в этом хадисе речь идет о бутеренной овечке. Во фириуая в одном из ревятов приходит, ихбас аляхика бааллятагу, сохрани для твоего брата его заблудшее животное. Воуджиба ан-Малик, и также относительно имама Малика было отвечено, би адам зикрил гарама анна мафома минат-таариф, то есть в его словах то, что в хадисе нет указания на то, что человек должен возмещать эту овечку ее хозяину, ученые ответили ему на это тем, что это понимается из необходимости объявления. То есть зачем ты о ней объявляешь, если ты не собираешься возмещать ее хозяину? То есть ты объявлял, например, объявлял об овечке. Пришел хозяин, овечка у тебя стоит. Ты говоришь, нет, овечку я тебе отдавать не обязан. Она моя, я могу ее съесть, я могу что? Воспользоваться ею. Так зачем тогда о ней объявлял? Или, допустим, человек его уже съел, и ходит, они объявляют все равно. В течение года зачем объявляют? Найдется хозяин, скажет, да, да, это моя овечка. Такого-то свойства назовет все правильно в образом. Он скажет, все правильно, это твоя овечка, но я уже ее съел и ничего тебе возмещать не буду. Тогда зачем ты ее или они объявлял? Говорит, необходимость объявления и необходимость возмещения убытков ложится относительно находки овечки, так же как относительно находки золота или серебра. А за имама Малика, чем ответили, сказали то, что в словах хадиса, она тебе, буква лям, указывает на владение. То есть она перешла в твое владение, все, что хочешь с ней делать, а раз оно мое владение, обязан ли я за нее возмещать или нет? Говорят, не обязан за нее возмещать. Павел Хагас говорит им. Хаджер, но большинство ученых, опять-таки, ответили имаму Малику на это. Сказали, нет, буква лям не указывает на владение. Потому что волк не может владеть. То есть в хадисе одна и та же буква лям пришла как на человека, так и на волка. То есть говорит, а волк, известно, что не уможет владеть. То же самое здесь. Тот, который ее подберет, да, владеет этой овечкой, но с условием, что возместит эту овечку ее хозяину, если он появится. Дальше Ибн Хаджер приводит сильный довод на это мнение. И говорит, единогласное мнение ученых, что если хозяин овечки объявится до того, как нашедший ее, ее съест, он заберет эту овечку. Правильно или нет? Это единогласное мнение, что он может забрать свою овечку. Это указывает на то, что овечка до сих пор остается владением потерявшего ее хозяина, а не того, кто ее нашел. Вот этот вот довод понятен или нет, первый? То есть говорит, смотри, если человек нашел овечку, и объявляют о ней, овечка до сих пор есть. Если мы возьмем мнение имама Малика, что овечка сразу при подборе переходит во владение того, кто ее подобрал, в том смысле, что он не должен за нее ни убытка возмещать, ни объявлять, то таким образом получится, что если придет хозяин этой овечки и найдет свою овечку у человека, он не может ее забрать. Почему? Потому что она уже стала владением нашедшего ее. Но это говорит, противоречит и нагласному мнению ученых. Тогда ведь какая разница, так эта овечка была съедена им или не была съедена. В любом случае она остается во владении ее первоначального хозяина, который ее утерял. Если бы он ее не съел, хозяин может ее забрать, а если съел, главное, не должен размещать. Такого, говорит, не пойдет. Такого, говорит, не пойдет. Таи, далее. Потому что хадис один. Это овечка тебе. Видишь, пророк, саллиллаху алисаму, еще овечка есть или нет? Есть. Сказал, это овечка тебе. То есть уже из этого хадиса, по мнению Малика, получается, что овечка уже принадлежит нашедшему. Даже до того, как он ее съел. Соответственно, получается, по этому мнению, что он уже здесь не должен ее отдавать. Даже если еще ее не съел. Дальше, говорит, При этом, тоже, говорит, относительно других находок, пророк, саллиллаху алисаму, тоже высказывал такую же фразу. Ша'нукабига, делай с ней, что хочешь. Он сказал, возьми ее. Отсюда тоже, говорит, понимается. Более того, эти слова больше похожи на право на владение. Потому что, относительно других находок, он не сопоставил в хадисе человека с волками, ни с кем другим. То есть, относительно золота, серебра, других видов находок. Что пророк, саллиллаху алисаму, сказал, ша'нукабига, что хочешь с ней делать. То есть, отсюда тоже, может быть, поняться, что значит, это вещь моя, что хочу с ней делать. Но известно то, что в вопросах находок, человек, если использовал находку, все равно должен отдать ее хозяину, если хозяин все-таки объявится. Тем более, говорит, относительно овечке. Дальше, говорит, Все равно сказали, относительно чего? Относительно этой вещи, находки. Если он ее все-таки использовал, но потом пришел хозяин, все равно должен эту хозяину возместить убыток. То же самое говорит здесь с овечкой. Пока с этим разобрались или нет? Дальше. Сейчас прочитаем, относительно первого рода действий, и потом подведем итог. То есть, как мы сказали, человек может сделать три действия с овечкой. Первое действие, съесть ее. Сейчас разбирали, если овечка была найдена на пустыре или в пустыне, не в населенной местности. Сказали единогласное мнение, что человек может ее съесть. А если же, говорит, овечка была найдена в каком-то городе или в какой-то деревне, в которой живут люди, то здесь уже ученые разногласят. Можно эту овечку съесть или нет? Первое мнение мне имама Малика, а та же шафи, анну лая джузу акляха. То, что нельзя есть эту овечку. Обратите внимание, здесь уже имам Малик говорит, нельзя кушать эту овечку. Которая была найдена в пустыре, говорит, можешь есть, не надо ни о чем ее являть, и не нужно не платить никакого возмещения убытка, если придет хозяин. А если она найдена в деревне, уже говорит, что нельзя ее есть. Сказали, почему? Потому что он может ее продать. В отличие от чего? От пустыря. То есть, в пустыре кому продашь? Некому продать. Говорит, и это мнение также Абу Абейда и также Ибн Мунзира. То есть, если человек находится в пустыре или где-нибудь в пустыне, нашел овечку, кому, говорит, он ее там продаст? Никого, кроме него, в этой пустыне нет. Соответственно, он продать ее никому не сможет. Что ему остается? Зарезать ее и съесть, чтобы не носить ее с собой везде, не таскать ее везде с собой. Говорит, второе мнение в этом вопросе, это мнение ханбалитов. То есть, человек даже в этом случае может съесть эту овечку. Говорит, так же, как человек может съесть ее, если нашел ее в пустыне или в пустыре, так же может съесть ее, если нашел в каком-то населенном пункте. Потому что в хадисе приходит она тебе. То есть, нет разграничения, где была найдена овечка. Хадис является общим. Нет никакой разницы в хадисе между пустырем и населенным пунктом. А так же, потому что ученые в первом случае позволили кушать эту овечку. Почему? Чтобы избавить человека, нашедшего овечку, от необходимости тратить на нее, кормить ее и поить ее. А говорит, в пустыне это может быть еще сложнее, чем... Точнее, в городе это может быть еще сложнее, чем где-то на пустыре. Почему? Потому что в городе нет травы и тому подобное. Возможно, ему придется ездить куда-то специально, траву покупать и тому подобное. То есть, приходит ему большая сложность, чем если бы он нашел ее где-то в пустыре или на пустыре. И это же мнение, то есть, о том, что человек может ее съесть, выбрал также Ибн Алкаим в своей книге Заду-ль-Ма'ат и сказал... И это, говорит, больше соответствует мудрости и ближе к пользе тому, кто нашел овечку и тому, кто владеет этой овечкой. То есть, и тому, и тому от этого польза. Потому что если мы скажем, что нашедший овечку не должен ее съедать, а должен ее кормить, поить, а потом эти деньги он будет требовать у хозяина, то хозяину, возможно, придется заплатить несколько раз дороже, чем сама овечка стоит, пока он будет о ней год объявлять. Говорит, а если мы скажем, что тот, который нашел овечку, не должен возвращаться за деньгами хозяину, то получится, что он попадает в проблему из-за денег. И если мы скажем, что ты не сможешь съесть овечку, которую ты нашел, то человек подумает, хорошо, мне придется на нее тратить, мне придется ее кормить, поить, лучше я оставлю там, где она есть. И человек, если ее оставит, то, говорит, она станет добычей волков и других животных. А законодатель говорит, что не приказывает утрачивать имущество, просто так. Уан-Зурбаки это Кадамихи. Смотри оставшиеся слова Ибн-Рукайма из его этой книги. Уадай-Рухтияра ляжна дайма, о сахих. И это мнение также внешне выбрали приверженцы постоянного комитета больших ученых. О сахих. И это мнение является верным в этом вопросе. Значит, съесть человек может это животное, в любом случае, нашел ли он ее в пустыне, в пустыре или в населенном пункте. Дальше. Санин. Второе действие, которое может сделать человек с найденной овечкой. ИМСАКУГА ВАННАФАКА АЛИХА. Может ее удержать и тратить на нее, кормить ее и поить ее. ЗАКРА АХЛУЛЬ АЛЬМ АННАЛИЛ МУЛЬТАКИТ АНЬЮМСИКАХА. АИНДАГУ ВАЙУМФИК АЛИХА. Ученые ведь упоминают о том, что мультакет, то есть подобравшая овечку, может удерживать ее у себя и кормить и поить ее. То есть тратится на нее. Если он взял намерение, что будет тратиться на нее бесплатно и свои собственные средства, то он уже не имеет права возвращаться за своими деньгами кому? Хозяину, если он объявится. И ученые разногласили в другом вопросе. Если человек решил удерживать эту овечку и кормить и поить ее, но взял намерение, что сколько бы я денег на нее не потратил, я потом потребую эти деньги у ее хозяина, когда он объявится или когда он за ней придет. Относительно этого ученые уже разногласили. Такое вообще разрешено или нет? Первое мнение в этом вопросе, это мнение Умара ибн Абдулазиза, то есть человек может вернуться к хозяину этой овечки за этими деньгами. Это от изрыватов от имама Ахмада. И это мнение также имама Малика. И второе мнение в этом вопросе, это мнение о шаабе. То, что человек не может возвращаться за этими деньгами к хозяину. И это мнение имама Шаифа и Ахмада в одном из разрыватов от него. Первое мнение является более верным. Человек может вернуться к хозяину за этими деньгами. И это мнение также внешне выбрал постоянный комитет ученых. Но вычитается то, что он использовал от этой овечки из молока, из шерсти и тому подобное. Здесь на самом деле необходимо этот вопрос ограничить. Как мы говорили, если человек хранит вещь для другого человека, то он должен делать то, что наиболее полезно для этого другого человека. Если он видит, что он тратится на нее таким образом, что эта овечка уже переросла, что называется, в свою сумму, то он не имеет права этого делать. Понятно или нет? То есть слова Шаифа Мамы Ахмада здесь не совсем таки однозначные. То есть их необходимо ограничить. Вот этот вопрос понятен или нет? Смотри, овечка, допустим, стоит 100 долларов. Например, человек решил ее все-таки не резать и не продавать, решил у себя держать и поить и кормить. Он должен поставить себя на место хозяина овечки и должен сделать так, как наиболее полезно для хозяина овечки. То есть он должен думать, если бы я владел этой овечкой в действительности, кормил бы я ее, допустим, целый год таким образом, что может быть я накормлю ее не на 100 долларов, а на 500 долларов уже так наберется. Смысла от этого есть или нет? Смысла от этого нет. То есть никто такого делать не будет. То есть как только трата будет превышать определенную сумму, человеку лучше ее зарезать и съесть. То же самое здесь. Человек обязан в этом случае действовать в пользу хозяина этой овечки. Если он видит, что затраты уже становятся большими и доходят до цены самой овечки, то он должен прекратить эти затраты и должен ее съесть. А потом что сделать? И должен выплатить за тем деньги, когда придет хозяин денег. То есть оставшуюся сумму от чего от овечки. Либо продать ее. Либо продать эту овечку и держать у себя эти деньги. Потом, когда хозяин придет, отдать ему эти деньги. Если он скажет, зачем ты зарезал мою овечку и тому подобное, мне не нужны деньги, мне нужна овечка. Но если бы я держал эту овечку, она бы уже стоила как пять овечек. Так что забери деньги и скажи, взять Аллахар и уходи дальше на эти деньги, можешь купить себе вторую овечку на базаре сам. Дальше. И третье действие, которое может сделать человек с этой овечкой. Он может ее продать и удерживать у себя цену за эту овечку. Потом, когда хозяин придет, отдать эти деньги. Ученые упоминают о том, что человек имеет право продать эту овечку и удерживать у себя ее цену. И некоторые шафииты сказали, что он может продать ее только с разрешения правителя. Если правитель разрешит, то есть соответствующие органы разрешат, которые занимаются находками, то он может продать. Если нет, то нет. Но более правильное мнение, что это не ставится как условие. Но человек может продать даже без всяких разрешений, кого бы то ни было. Продает и удерживает у себя эти деньги. Санбир говорит примечание. Говорит, если человек съел овечку, то цена, сколько стоила эта овечка во время ее зарезывания, остается как ответственность на человеке, который ее съел. То есть, допустим, я смотрю, сколько эта овечка стоит на рынке, среднерыночная цена такой овечки. Допустим, 100 долларов. Я ее зарезал, съел. Когда придет хозяин, что я ему должен сделать? Отдать подобную же овечку. Либо, если подобной овечки нет, тогда отдать 100 долларов. Даже если она повысится или понижится в цене, учитывается цена того времени, когда я ее зарезал. Когда я ее зарезал. Говорит, вуаляй, альзамогу аздуга. При этом деньги за эту овечку не обязательно ему откладывать. То есть, смотри, он овечку съел, зарезал, съел. Сколько должен заплатить, допустим, 100 долларов? У него денег, например, 1000 долларов дома. Не обязан ведь 100 долларов отчитывать и убирать в сторону, для того, чтобы случайно не потратить их. Ли адам альфаеда физалик. Потому что от этого нет пользы. Говорит, потому что эти деньги с его ответственности не переходят на сами деньги. Потому что если человек даже что-то отложит, а потом, допустим, обанкротится. Хозяин этой овечки будет со всеми другими кредиторами выпрашивать свои долги. И не может забрать эти 100 долларов себе. То есть, вот этот вопрос ясен или нет? Человек съел овечку, у него 1000 долларов. Решил 100 долларов отложить. Потом деньги у него сгорели. Допустим, случился пожар и тому подобное. Остались только вот эти 100 долларов. У него есть кредиторы. Объявился сразу хозяин овечки, маршаллах, как раз вовремя. Другие объявились кредиторы и тому подобное. Говорят, я тебе давал долг 200 долларов, я тебе давал 300. Хозяин овечки говорит, ты мне еще 100 долларов не забудь отдать, ты мне тоже должен. Так может ли хозяин овечки прийти и сказать, вот эти 100 долларов ты специально для меня откладывал. Поэтому дай-ка я их сразу заберу. Нет, не может. Эти 100 долларов будут делить все кредиторы между собой. Каждый по уровню своего долга. Поэтому, говорит, нет. Польза от откладывания этих денег. А если, говорит, он продаст овечку, если он продаст овечку, и вот эти деньги отложит. Тогда уже да, если он обанкротится и придут несколько кредиторов, то хозяин овечки будет иметь первоочередное право на вот эти вот 100 долларов. Почему? Потому что эти 100 долларов ничто иное, как замена этой овечки, которую он продал. И именно за эту овечку взял 100 долларов. А в первом случае он ее не продал. Что сделал? Съел и отложил 100 долларов. Это совсем другие вещи. То есть эти 100 долларов не являются заменой овечки. В отличие от второго случая. Дальше говорит. В этом же случае другие кредиторы не соревнуются с этим хозяином овечки относительно этих 100 долларов. То есть не притесняют его относительно них. Потому что это его собственные деньги. То есть собственные деньги хозяина овечки, которые были получены из-за продажи его овечки. Поэтому он может их забрать, и никто не может притеснять его относительно этих денег. Вот этот вопрос понятен или нет? Значит, если человек овечку съест, то он должен отдать столько денег, сколько стоила овечка на момент зарезывания ее и ее съедания. Смотри дальше. Если этот человек обанкротился и не может отдать хозяину овечки 100 долларов, так может ли он забрать 100 долларов, которые тот отложил на момент зарезывания овечки или нет? Не может. Но если человек продал овечку и деньги отложил, полученные, тогда да, хозяин овечки может прийти и деньги эти забрать себе. Потому что это его собственное имущество, которое было получено за его собственную овечку. Дальше. Тамбинган Ахар. Теперь другое примечание. Идахтара Акляха фалайям баглила уттааджюль инда ахлиль альм, бальян талзир айяман калилла раджа у дюди сахибиха. Говорит, если человек решит овечку съесть, то ученые советуют ему не есть ее слишком быстро, а подождать несколько дней. Два дня, три дня, четыре дня. Не резать ее. В надежде на то, что хозяин все-таки объявится. Потому что обычно, если человек потерял овечку, пригнал, допустим, стадо домой, своих восьмерых, девятерых овечек, смотрит, одно не хватает. Когда будет ее искать? Либо в этот же день, либо на следующий день пойдет искать. То есть первые два-три дня будет ее искать. Поэтому есть больше возможностей на то, что он все-таки объявится. Поэтому советую сразу ее не есть, немного подождать. И танбихун салис. И третье примечание. Аля хкам аль мутақаддима фиша таджри аля кулли хайван сагир мамлюк ла ямтаня бинавси имин сагары сиба. Говорит, все постановления, которые мы разбирали относительно овечки, касаются любых других маленьких животных. То есть, допустим, кто? Теленок, допустим, верближонок, курица, может быть. Любую маленькую, маленькое животное, которое ты нашел, на него распространяются эти же постановления, как и относительно овечки. Почему? Потому что всех их объединяет фактор того, что они не могут защищаться от маленьких хищников. Как, допустим, от лиса, то есть от шакала, то есть от волка, то есть от львенка и тому подобное. Эти маленькие животные не могут защищаться даже от таких маленьких хищников. Говорит, Все постановления этих животных такие же, как постановления относительно овечки. Значит, если ты нашел курицу или гуся, допустим, или верближонка и тому подобное, или кого? Теленка. Что касается верближонка, то здесь есть исключение. Почему? Верблюда нельзя забирать, а верближонка можно забирать. Почему можно забирать? Потому что верближонок маленький не может защищаться от хищников, в отличие от большого. Поэтому, если ты их забрал, то такие же постановления, как относительно овечки. Ты его можешь съесть, можешь держать у себя и кормить, а можешь продать. Далее. Следующий вопрос. Можно ли подобрать заблудшего, то есть заблудившегося кого? Верблюда. Говорит, если человек найдет ее в пустыре, то есть в том месте, где люди не живут, то не должен подбирать этого верблюда. Подбирать в смысле он, если он, понятное дело, если он больной уже умирает, то его необходимо подобрать, если человек может его вылечить. Подбирать, мы имеем в виду, забрать себе. Это большинство ученых так считает. Хиляфан лил ханафия, в отличие от кого от ханафитов. Они сказали, лучше подобрать ее, как овечку. Но довод большинства ученых, хадису Зайда ибн Халид аль-Дюгани аль-Лазиф ильбак. Это хадис Зайда ибн Халид аль-Дюгани, который приходит у нас где? Приходит у нас в главе. То есть под номером 933 и 934. Говорит, уахталеву гали аль-та-китуга ида ваджеда афикарья. Нам здесь необходимо добавку сделать, если человек нашел ее в пустыре или, допустим, в пустынной местности и опасается, что все-таки есть там большие хищники, которые могут съесть этого верблюда. То есть не просто маленькие хищники, а такие хищники, от которых он оберечься не может. Или есть пута от тарих, допустим, грабители на дорогах или какие-то воры и тому подобное, которые могут этого верблюда забрать или зарезать. Тогда лучше этого верблюда забрать. Тогда этого лучше верблюда забрать. Потому что пророк, салаллаху али-салям, запретил забирать верблюда только в каком случае? Указав на то, что она способна защищаться от хищников и способна прокормить саму себя. Потому что у верблюда есть горб, в котором его запасы, что называется, которым он может питаться и может дойти до воды и тому подобное. Если же он все-таки верблюду угрожает какое-то большое хищное животное, то его необходимо забрать так же, как остальные находки. Дальше уакхталя фугали аль-тақитуха из-за ваджада афикария. И разногласий ученый, должен ли человек подобрать верблюда и забрать его себе в качестве находки, если нашел ее в каком-то населенном пункте. Фамадабу Ахмаду лау-заи и вааби-убейту шафи и фиқоль и вааби-убейту агириим аннаха ла тултақат. Говорит, мнение имама Ахмада ата-жа аляу-заи ата-жа абу-убейда аль-касиму саляма ата-жа имама шафи в одном из мнений от него состоит в том, что верблюда подбирать не нужно. Из-за общего довода, который упомянут относительно этого. То есть хадисы Зайда ибн Халид аль-Дюгани. Вақали Малику аль-Лейс, а имам Малик, а также аль-Лейс сказали, и ахузыга айу-аррифуга. Так должен его взять и объявлять о верблюде. Сказали, потому что, если ты нашел верблюда в городе или в деревне, то хозяин найдется быстро. Хозяин найдется быстро. А в пустыне почему не надо подбирать? А потому что Аллаху алям, откуда он пришел? С этой деревней пришелся, второй пришел, может быть, третий пришел. И ты будешь объявлять в одной деревне, а хозяин, окажется, живет вообще в другой деревне. А здесь сказали, если понятно, что он в этой деревне, значит, хозяин где-то здесь, необходимо ее забрать и объявлять. И хозяин тут же найдется. Говорит, и это мнение второй имама Шафия, а также мнение второй абу Ханифы. Говорит, но более правильное мнение, что даже в населенном пункте верблюда подбирать не нужно. Из-за общности хадиса Завида ибну Халида, и к тому же есть опасность того, что этот верблюд пришел с другого населенного пункта. Что известно то, что верблюд может пересекать большие расстояния, так без особого труда для себя. И возможно, что он пришел в этот населенный пункт вообще с другого населенного пункта, поэтому подбирать также его не нужно. И он вернется сам, когда придет к этому время. Значит, правильное мнение в вопросе, какое можно ли подбирать верблюда или нет. Говорим, нельзя его подбирать ни в пустыре, ни в населенном пункте. Кроме как с одним исключением, если верблюду грозит серьезная опасность. И на это не просто тебе кажется, а действительно есть. То есть, либо есть большие хищные животные, либо есть кто, либо есть воры, допустим, грабители на дорогах и тому подобное, которые могут забрать этого верблюда себе и затем не отдать его его хозяину. Далее. Следующий вопрос. Каково постановление лошадей, а также мулов, а также коров, а также ослов и тому подобных животных, можно ли их подбирать или нет. То есть, на кого они больше похожи, на овечку похожи или на верблюда похожи. Потому что относительно овечки есть контекст, что подбирать ее можно и нужно. Относительно верблюда тоже есть контекст о том, что его подбирать не нужно. А вот относительно этих животных контекста конкретного нет. Поэтому придется сделать каяс. Либо на овечку, либо на кого? На верблюда. Или исходить из контекста. либо исходить из контекста и пробовать сопоставить его на этих животных. Говорит говорит первое мнение в этом вопросе мнение ханбалитов и шафиитов которые сказали что в этих вопросах верблюд, точнее вот эти животные похожи на верблюда. Почему? Сказали потому что они такие же большие как он лошадь большая, корова большая не маленькие животные, не как гусь, не как овечки и так далее. Говорит и они способны защищаться от маленьких хищников И второе мнение в этом вопросе это мнение мамы Малика, то что этих животных необходимо взять и объявлять о них Ибн Кудама также отрицал схожесть ослов с чем с верблюдами и сказал Осел больше похож на кого? На овечку в этих свойствах Потому что она плохо терпит отсутствие воды Кто? Осел плохо терпит отсутствие воды а также не способен защищаться от хищных животных Пророк запретил забирать в качестве находки верблюда назвав те причины, которых нет в этих животных. Какие две причины пророк назвал? То что верблюд может терпеть относительно воды то есть его водоем вместе с ним может ходить по месяцу, по несколько недель и не пить. С ним ничего не случится поэтому подбирать не нужно. И второе то что он может что делать? Может защищаться от маленьких хищников. Что касается больших то да, возможно защищаться не сможет Что касается этих животных, то они не могут этого делать. Не могут терпеть от воды долгое время, то есть без воды и также не могут защищаться от мелких хищников. Некоторые из них если кто-то может, то не может терпеть относительно воды Говорит Потому что верблюд терпит то, что не может вытерпеть другое животное То есть относительно воды. Поэтому более близко то, что эти животные не подобны верблюду в этих вопросах. А если кто-то решит, что лошадь с мулом все-таки похожа на верблюда в этих свойствах, то тоже не так уж и далеко это от истины. Нам более правильное мнение, что эти четыре животных, корова, лошадь, также мул и осел, не похожи на верблюда в этих свойствах. То есть не могут терпеть относительно воды долгое время. Если человек их не заберет, то возможно они умрут от жажды или будут сильно мучиться от жажды. И также их способность защищаться от некоторых из хищников, как допустим от шакала и тому подобных хищников, которые мы перечисляли в прошлом вопросе, также под сомнением. Точнее не в прошлом, а в каком позапрошлом вопросе. Львенок, шакал, волк. Допустим волк. Возможно лошадь не сможет терпеть волку или шакалу и тому подобное. Поэтому этих животных необходимо также забирать, как овечек, и объявлять о них, то есть такие же постановления, как у овечки. И последний вопрос на сегодня. И даже если он будет объявлять о них год, не имеет права забирать этого верблюда в свое владение. Потому что он перешел границу при подбирании этого верблюда. А если он вернет этого верблюда на свое место, то он является кем? Бамин. То есть все равно является несущим ответственность за этого верблюда по мнению Мама Ахмада, а также Шафии. И мнение Мама Малика Абу Ханифа в этом вопросе оно ля агману, то что в этом случае он уже не несет за это ответственность. То есть если вернет верблюда обратно в свое место, он ответственность за это не несет. Говорит, и пришло от Умара Мехаттаба застоверным и снадом, что он приказал человеку обратно отнести, то есть обратно отвезти точнее верблюда на то место, где он его нашел. Этот асар приходит в Муатта Имама Малика, как мы сказали, застоверным и снадом. Во-вторых, даже если он будет объявлять о нем год, после этого он не имеет права приобрести этого верблюда в свое владение. В-третьих, если с верблюдом что-то случится, то он несет за него ответственность перед хозяином верблюда. Если хозяин верблюда объявится, он должен будет выплатить ему, либо подобного верблюда отдать, если нет подобного верблюда, тогда деньгами. При этом без разницы, по какой причине погиб верблюд, по его вине или без его вины, потому что изначально он не имел права его подбирать. Поэтому он похож на кого здесь? На гасыба, на того, кто незаконно этого верблюда себя отобрал. С незаконно держащего себя чужую вещь, несет за него ответственность. В любом случае, погибла она по его вине или не по его вине. И последний вопрос. Если человек отвел этого верблюда обратно в то место, где он его нашел, несет ли он за него ответственность или нет? Что мы говорили относительно обычной находки? Допустим, нашел, как сказали, кольцо, кошелек, телефон и тому подобные вещи. Деньги нашел. Должен, если он отнесет, снимается с него ответственность или не снимается? Говорили, если отнесет сразу же, то есть подобрал и сразу же отнес обратно, так что хозяин еще навряд ли бы пришел в это место и искал, тогда он не несет ответственности. Как будто бы он эту вещь не подбирал. Если же он затянулся этим на день, на два и тому подобное, то он что делает? Он несет за это ответственность. Здесь с верблюдом похожая история. Но у верблюда этот вопрос немного шире. В том смысле, что верблюд это не как вещь, которая лежит на одном месте и хозяин ее может найти легким образом. Но верблюд постоянно передвигается. Поэтому даже если человек не приведет его обратно тут же, а затянется этим, допустим, на несколько часов или может даже на день или на два, то в этом по своей сути особо ничего страшного нет. Почему? Потому что верблюд все равно не будет находиться на том месте, куда он его отведет. Будет ходить туда-сюда, может быть уйдет на несколько деревень вперед и тому подобное. Понятно или нет? Но все же целый день и целых два дня затягивать не нужно. Потому что хозяин, если будет искать, то примерно предполагает, на какое расстояние может уйти верблюд за это время. Поэтому если человек отвел его сразу же обратно или в близкое время, так что за это время верблюд бы еще далеко не ушел, то в этом случае он ответственности не несет. Если же он затянулся этим слишком долго, так что за это время верблюд мог уже уйти в другое место, то в этом случае он несет ответственность.